Во всех детских садах города и района в канун празднования Нового года традиционно состоялись утренники. В детском саду номер 10 можно было встретить, пожалуй, всех сказочных персонажей – зайчиков, снежинок, снеговиков, принцесс. У всех своя, пусть и маленькая, но очень ответственная роль – прочитать новогоднее стихотворение. Ёлка летом, просто ёлка, тронешь ветку пальцем колка, паутиной ствол бьет, мухомор внизу стоит. Вот когда зуба придёт, ёлка будто оживёт, на морозе распушится, под ветрами распрыгнется. Вовсе не колючее, как цветок пахучее, пахнет не росой, не мёдом, пахнет ёлка Новым годом. Возле ёлочки нарядной заведём их хоровод. Здравствуй, праздник наш чудесный, здравствуй, здравствуй, Новый год. Ветер песенку поёт на лесной опушке, танцевать меня зовёт, хоровод подружкам. Дед Мороз прислал нам ёлку, огоньки на ней зажёг, и блестят на ней иголки, а на веточках снежок. Дед Мороза скоро встретим, он шагает вдалеке и несёт подарки детям в детский сад в большом мешке. Поскольку Новый год – событие особое, то и наряд для этого должен быть соответствующим. К утреннику дети подготовились серьёзно. Банты и снежинки – бесспорные лидеры новогодних аксессуаров. Мальчики на время стали супергероями и сказочными персонажами. Мы пообщались с мамами детсадовцев. Они рассказали, какие наряды к новогодним утренникам были в их детстве. В наше время, когда это было 30 лет назад, то все, наверное, были снежинками, как и сейчас. Девочка каждая хочет быть красивой, лёгкой, воздушной. Поэтому я считаю, что, наверное, для девочек, ну как для меня, я всегда в детстве была снежинкой, один раз была красной шапочкой и была, по-моему, золушкой. У меня такое было платье золотое, как парча. Раньше все были детки как более стандартные. У нас не было такой у родителей возможности, может, такого разнообразия, как сейчас костюмы. Все такие яркие, красочные. А у нас раньше что? Мамы шили сами руками из подручных материалов. В наше время было сложнее найти костюмы. Мы в основном как бы шили, родители наши искали ткани на костюмы. Я была всегда снегурочкой на Новый год. Снегурочки, снежинки, как бы сейчас более разнообразное количество костюмов. Можно купить всё, что угодно. Стишки, песни, хороводы вокруг ёлочки. Идею утренника разработала музыкальный руководитель детского сада номер 10 Наталья Гусь. Праздник волшебства, праздник чудес. И каждый год мы детям устраиваем совершенно разнообразные сказки, утренники. Задействуем буквально всех детей. Дети учат стихи, какие-то пьесы, танцы. И участвуют буквально все дети. Дети вместе с родителями побывали в волшебном мире сказки и получили массу впечатлений. Тина Копачевская, Игорь Ванчугов. Специально для праздничного выпуска программы события.